МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошел партийный съезд перед грядущими выборами. Расскажите, что там было. Прошел партийный съезд, на котором были выдвинуты наши кандидаты. Всего было выдвинуто 345 человек в общефедеральном списке. И мы закрываем все 225 одномандатных кругов по всей Российской Федерации. Это люди, которые объединяют в себе и молодость, и сплав опыта. Поэтому у нас идет довольно боевитая, сильная команда. Конечно же, это первая тройка от Геннадия Андреевича Зюганов, наш лидер, это Савицкая и Грудинин. Наш Центральный комитет пытался выдвинуть таких людей, которые наиболее значимые, наиболее сильные, наиболее уважаемые люди и известные по всей стране. Мы действительно настроены на решительную борьбу. Мы считаем, что наша команда способна победить. Зарегистрировали наши списки, поэтому в ближайшие дни наши одномандатники пойдут подаваться в областные избирательные комиссии, в региональные избирательные комиссии. По нашему избирательному округу, по Скопинскому, идет Евгений Морозов. Это наш главный комсомолец по Рязанской области. Парень, который, в общем-то, проявил себя довольно сильным руководителем. Особенно это показало 2020 год, когда у нас были проблемы с коронавирусной инфекцией. Не говорю, что сейчас их никуда не делись, но были такие жесткие меры предосторожности. Люди не могли заплатить за услуги ЖКХ, купить продукты питания, купить лекарства. Поэтому в это время мы приняли решение, что комсомольцы и молодые коммунисты под руководством Морозова и Евгения как раз будут помогать таким людям, которым необходима помощь. И он с честью, вместе с своими ребятами, которых он нашел, справился в этой ситуации. Он действительно оказывал максимальную помощь людям, которым было необходимо. И на уровне правительства Евгений Морозов с ребятами был отмечен за свою добровольческую деятельность. Как раз-таки коронавирусная инфекция сейчас очень важная тема. И другая сторона этой медали – это вакцинация. Как вы и партия относятся к этому? Ну, я могу сказать однозначно, что КПРФ выступает против обязательной вакцинации, но мы выступаем за добровольную вакцинацию. Мы считаем, что если человек хочет сделать прививку, сделать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, он может и должен это делать. Но есть случаи, когда людей обязывают к этому, принуждают. Есть люди, которым просто вакцинация не нужна и опасна для здоровья. Например, если у человека есть аутоиммунные какие-то заболевания, это может возникнуть конфликт, и аутоиммунные заболевания, они вылезут наружу, и человек может быть даже, в общем-то, сильнее заболеет, нежели от коронавируса. Поэтому здесь нужно подходить грамотно. Каждому человеку нельзя говорить, все, делаем вакцинацию 100% населением. Кому-то действительно это необходимо, кому-то это противопоказано. Если человек недавно переболел, ну зачем ему делать вакцинацию, если у него еще есть антитела, которые вполне справляются с тем, чтобы человек заново не заболел. Поэтому еще раз повторюсь, добровольная вакцинация, вот за что мы выступаем. Давайте от глобальной темы вакцинации перейдем к вопросам города. То есть одна из таких важных проблем, которая у нас вскрылась совсем недавно, это бездомные животные. Что вы по поводу них можете сказать? И, соответственно, приюта для них? Весной к нам не обратились зоозащитники с просьбой провести круглый стол, потому что эту проблему, проблему брошенных животных, она уже долгое время не решали, ни в Рязани, ни в Рязанской области. Мы через областную думу провели этот стол, я как раз был инициатором этого. Прошел круглый стол на самом высочайшем уровне. После этого Сорокина, наш мэр города, пообещала, что будет рассматриваться вопрос о строительстве приюта муниципального. Я говорю, что муниципального приюта никогда у нас не было в Рязани, но сейчас небольшими шажками мы идем к этому. Мы должны не только развивать строительство муниципального приюта, но и давать возможность меценатам, тем людям, которые хотят помочь животным, сделать какой-то приют, может быть, частным. Что для этого нужно? По сути, малость. Людям нужно выделить землю, может быть, какие-то там льготы по услугам ЖКХ, какие-то преференции сделать людям, которые хотят им заниматься. И все. Есть очень много людей, которые хотят помогать животным. От всего сердца хотят помогать. Вот сейчас у нас есть муниципальная служба по надзору с безнадзорными животными. Они получают там только зарплату, а содержат животных за те деньги, которые помогают им извне. Там собирают на еду, собирают на вакцинации, на чипирование собирают. Потому что добрых людей очень много. И я хочу заметить, что не только мы здесь будем помогать животным. Нет. Здесь в первую очередь мы помогаем людям. Чем меньше будет брошенных животных на улице, а собаки разбиваются в стаи и могут нанести вред людям. Особенно, допустим, в вечернее время или когда люди идут поодиночке. По сути, это же дикие животные. Это дикие животные, у них есть территориальная агрессия. То есть они живут на этом месте. Прошел человек, но не понравился им чем-то. Или ребеночек побежал с мячиком, могут тоже, не дай бог, кинуться на него. У них есть кормовая агрессия. То есть там, где их прикармливают, это их ареал обитания, и они там себя считают главными. Поэтому здесь мы убиваем двух зайцев. Не только помогаем животным, они в приюте находятся, но и обезопасим наших людей. Это очень важно. И здесь, конечно же, надо... Сейчас я понимаю, что, наверное, не совсем это будет правильно, не совсем это вовремя проводить какие-то уроки с детишками. Но вообще такая практика была, потому что сейчас, конечно, коронавирусная инфекция, мы все понимаем, это опасно. Но вообще уже потихонечку нужно возобновлять эти уроки, уроки добра. Потому что прививая детям правильное воспитание, общение с животными, как нужно правильно общаться с животными, тогда мы вырастим поколение нормальных, честных, добрых людей, отзывчивых, которые не только будут любить родину, у нас же сейчас модно говорить и патриотизм, это правильно, но нужно прививать нормально доброе обращение с животными. Тогда будет меньше выброшенных кошек, будет меньше выброшено собак на улицу. И, повторюсь, это будет в первую очередь безопасно для нас с вами. Сейчас у нас, по-моему, пять-шесть сотен собак содержатся как раз в муниципальном этом приюте. Ну, как он приют? Он так условно приют. По бумагам его не существует. Поэтому, если сейчас у нас Сорокина, она дала обещание, и я считаю, что это наша заслуга всех и зоосащитников, меня как депутата, который как раз писал письма и просил о этом приюте. Если мы сейчас этого добьемся, если будет построен муниципальный приют там на три сотни животных, то это уже будет очень такая хорошая лепта в безопасность нашего города. И еще раз повторюсь, наверное, очень важно, чтобы и в других районах к этому отнеслись с таким вниманием. Есть не только муниципалитет должен тратить деньги на содержание диких животных, брошенных животных, но и люди, которые хотят и могут финансировать эти проекты, которые могут финансировать содержание этих животных в приютах. Вот нужно какой-то посыл, наверное, дать им, чтобы они выходили на администрацию. Администрация, в свою очередь, помогала, чем можно, таким вот людям, которые есть у нас. Другой важный момент, который, не сказать, что никогда его не было, но в последнее время стал очень актуальным, это наши городские ливневки. Как вы считаете, они справляются с своей задачей или не справляются, и что с этим можно сделать? Ну, я начну с того, что эта проблема сейчас стала актуальна во всей, наверное, центральной России, в южной России. Вы видите, что там Сочи смывают, Крым, просто вот бедные люди, которые там отдыхающие и живущие, они там не поплавают, не могут, не отдохнуть. У нас также машины затапливаются. Но я к чему это говорю? Это на самом деле не только конфликт природы с человеком. Конечно, он будет дальше развиваться. Там, говорят, потепление у нас идет, это все понятно. Летники тают, у нас большой выброс углекислого газа. Это все понятно. Но у нас всегда Рязань в советское время была зеленым, чистым городом. Строились ливневки в 60-х, 70-х, 80-х годах. Они были не рассчитаны на такое количество машин. Они были не рассчитаны на такое большое количество жителей, которые живут у нас сейчас в городе Рязани. И сейчас, вот по статистике, 14% от нормы у нас в городе Рязани ливневок. Это крайне мало. Нужно в 7 раз больше, ну, есть что есть. Теперь посмотрим на эти ливневки с другой стороны. Числит ли их? Ну, мы же видели, что песко-соляная смесь, которая обильно посыпался город в морозы, у нас настоящая зима была в этом году. Это здорово, это классно. Но у нас была песко-соляная смесь, которую я уже говорил, что ее не надо использовать, но это потом расскажу. то есть, когда снег растаял, у нас были песчаные буря, пошли обильные дожди. Куда это все пошло? В ливневке. Ливневке, ветки, листья, песок, все это забилось. Вот 14% ливневок, которые у нас есть, они были забиты. Потом, конечно, их начали чистить, но время-то ушло. Далее. У нас идет катастрофическая тотальная застройка всего города Рязани. Кольное. Никогда в советское время там не строили, где сейчас построили дома. Там всегда затапливал, там низина. Что получилось сейчас? Затопили магазин. Драйвер, как говорили, стал дайвером. На самом деле, это печальная ситуация. Люди понесли убытки, машины были залиты. О чем это говорит? О том, что застраивать то место было нельзя, это было сделано. Соответственно, ливневки новые были не построены, не сделаны. Вот ситуация происходит вот такая, какая есть. Далее. У нас по всему городу асфальт. У нас везде плитка, куда в воде уходить. Если ливневок не хватает, то естественная ливневая канализация это травка, это земля, куда будет уходить дождь. Небольшим количеством, но будет. Выход есть на самом деле. На строительство новых ливневок, по оценкам специалистов, нужно около 19 миллиардов рублей. Конечно, столько денег, наверное, в бюджете у нас нет. И не выделит и федеральный бюджет такие большие средства. Но, если нам постепенно, планово уходить от точной застройки, не укатывать город Рязань в асфальт, а строить эко-парковки, это даст нам шанс того, чтобы у нас меньше заливался город. Хватит закатывать город-асфальт, нужно строить новые эко-парковки, и необходимо при сдаче домов, при строительстве новых автомобильных дорог учитывать, что нужно там построить новую ливневую канализацию. Все. Проблема, если не 100%, но большая часть проблем будет решена. Тогда у нас магазины не будут затапливаться, тогда у нас автомобили не будут затапливаться. Ну и, конечно же, так или иначе, нам необходимо вкладывать деньги в новые ливневые канализации. Ну, никуда от этого не денешься. Все. Время пришло, нужно модернизировать существующую ливневую канализацию. Другая важная экологическая проблема нашего города это слив отходов в реку Старица. об этом совсем недавно стало известно. И, насколько я знаю, вы подали депутатский запрос по этому поводу. Как сейчас развивается ситуация? Это безобразие полнейшее. Там находятся детские лагеря, там находится дача. Люди приезжают туда отдыхать, катаются на лодках, ловят рыбу, детишки купаются. А потом, не дай бог, какие-то серьезные заболевания. И причем уже сколько дней туда сливают отходы, все знают об этом и ничего практически не делаться. Да, мною были направлены депутатские запросы в ряд ведомств, поэтому в течение месяца они должны ответить. Я считаю, что не только депутатскими запросами должны помогать людям. Здесь должны сработать все вместе. И администрация, и ведомства, которые отвечают за контроль. то есть не только должна быть административная ответственность вот этому человеку, этой фирме, которая всем этим занимается, а вплоть, может быть, даже до уголовной ответственности. Надо посмотреть, какие там сейчас законы нарушены были, но это ситуация изряно вот вон выходящая. Человека, который это все делает, который за этим стоит, просто нет ни стыда, ни совести. Спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. До свидания, дорогие рязанцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова